Привет, я Annie Magic, и сейчас я со своей собакой Мишкой, сейчас остальные придут, потому что сегодня мы отправляемся в Москву снова из нашего домика Magic House на несколько дней, достаточно надолго, потому что куча дел, нам нужно там для стройки кое-что купить, мы же начали строить стеклянную комнату Еще у нас 25 августа фестиваль Pet Shop Days, только в Питере, и мы туда поедем вместе с Мишанькой, в первый раз в жизни она поедет на фан-встречу с подписчиками, с Magic'ами нашими, и вы ее наконец-то увидите Вы очень просили, я даже в инстаграме питомцев и в своем инстаграме проводила опрос Это фестиваль Pet Shop Days для животных и людей, по традиции мы снова будем там устраивать фан-встречу, он проходит 25 августа в Санкт-Петербурге, в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова Мы будем с Мишанькой там вас ждать в 15.30, пофоткаемся, пообнимаемся, все как обычно в фан-встречах, пообщаемся, и конечно же кроме нас там будет еще куча всего интересного для питомцев, для людей Там будут всякие развлечения для детей, аджилити, парады пород, концерт, короче куча всяких крутых штук, общение с известными людьми, блогерами, мастер-классы, в общем обязательно приходите Мы вас там будем ждать, мы по-вам уже соскучились, так как мы едем в Москву совсем далеко не на один день, на нашей, кстати, машинке, Рафике Почему Рафик, если кто-то не знает, потому что это Toyota RAV4, и мы с Мэджиками решили назвать его просто Рафик Кстати, вход на фестиваль Pet Shop Days абсолютно бесплатный, ребята, так что можете приходить даже с питомцем, всей семьей И главное, зарегистрируйтесь, я ссылочку на регистрацию внизу в описании оставлю Сейчас мешанку посажу пока что на переднее сиденье Так как мы снова недавно ездили, если вы смотрели мой инстаграм, кстати, не забывайте на него подписываться В строительный магазин мы кучу всего закупили В общем, после той самой первой закупки на этой именно машине я поняла, что здесь очень много места у нас, очень просторно Но сейчас я подниму сиденье, когда я езжу со всеми четырьмя песиками, я здесь делаю вот такой вот гамачок Розовый, кстати, цвет нашего, логотипа нашего канала Magic Family Здесь целая просто комната у них, пока мы едем Они не пачкают сиденье, если мы останавливаемся где-нибудь, и они бегают там по грязи И еще самое главное, что с ними ничего не может случиться, потому что они в безопасности как бы находятся Вот в этих стеночках никто не залезет под сиденье, не застрянет, там не упадет, если машина резко остановится, не скинет его с сиденья Я собрала целый чемодан одежды, потому что еще и в Питер потом еду В общем, вот он лежит здесь, такой огромный И при этом еще очень много места остается Вот тут у меня стоит компьютер, на котором я монтирую, когда надолго именно уезжаю Я беру с собой не ноутбук, а реально компьютер Ну, мне так удобнее Можно брать что угодно с собой, хоть всю квартиру с собой везти В общем, я на всякий случай беру, конечно же, еще сумочку для собак, если я с кем-то одним вдруг пойду А тем более я с Мишаней иду в салон красоты, вы все очень просили Здесь у меня мой чистый рюкзак еще лежит, с которым я хожу А еще меня прикалывает вот эта вот штука в багажнике Это такой как бы второй этаж Во-первых, сюда можно что-то положить такое легкое Например, я лежанку клала А во-вторых, она как бы закрывает, когда машина закрыт багажник Вот здесь в стекло не видно, что внутри лежит Мне это очень нравится, то есть там можно что угодно перевозить Я сейчас подумала про... Ладно, не будем Короче, она вот так вот сюда вставляется Или вот так вот раз и убирается И прикол еще, мне нравится что? Что ее можно вообще убрать отсюда То есть прям вытащить Точно так же можно вытащить вот эту вот сетку Короче, вот тут вот по бокам на стенках регулировка Я могу вот эту сетку как бы увеличить То есть прям вот так ее сделать И здесь прям много места становится в нее что-нибудь сложить А могу вообще сделать маленькой-маленькой Ее уменьшить, ничего не валяется в багажнике Просто так и не ездит туда по полу И не стучит и не гремит Бум-бум-бум катается И оно висит в сеточке Это пипец как мне нравится Вот у меня тут, например, лежит корм Я беру, так как мы надолго едем, целую пачечку Три килограмма наш платинум И они, кстати, выпустили вот такие вот мерные стаканчики Это реально очень удобно Я теперь их с собой вожу, когда я вожу корм И когда мы надолго куда-то едем Потому что я ими пользуюсь Ну, короче, вы знаете, что такое мерный стаканчик Не буду вам объяснять Фирменный Вот, пачечка корма обязательно с собой Второе дно, в общем, в нем лежит запаска Запасное колесо и домкрат Ну, в общем, если вдруг что случится Вы сами поняли, колесико можно поменять А еще мне очень нравится здесь то, что Когда вечером едешь, тебе нужно посмотреть, что у тебя в багажнике Кроме того, что свет в самой машине включается Он включается отдельно здесь То есть тут вот такая вот лампочка Раз ты включил, и здесь все видно, когда вечер Короче, похвалила я наш Magic Mobile Похвасталась немножко Вот А, кстати, да Смотрите, здесь еще можно кнопочкой закрыть багажник А можно вот так вот ножком провести просто, как я показывала И он закроется Как только ребята видят машину, открывающуюся дверь Они сразу закрыгивают Поэтому я сейчас их оттуда достаю и пересаживаю И Васик Юмичу запрыгнула уже в машину Так, Юмичка И Мишаньку с переднего сидения К ребятам тоже Вот так вот они все вчетвером Вот в таком вот гамачке едут на заднем сидении Погнали в Москву, да? Целый магазин одежек и всего-всего А еще прикольно, что есть телевизор, по которому ты можешь смотреть, как за твоей собакой грумеры ухаживают Там в салоне был очень милый магазинчик с кучей няшных и гламурных вещей для питомцев И я, как любитель всяких таких штук, не могу вам это не показать Очень много резиночек, бантиков и других украшений для собачек, у кого длинная шерсть И кому можно делать прически, например, йорки или пудели Кстати, напишите в комментариях, есть ли среди вас кто-нибудь, кто покупает украшения для своих питомцев А помните видео про течку у собак, где Софи показывала лайфхак с трусами? Я тогда впервые в жизни купила трусы для собак в Таиланде И была очень удивлена, что вообще такое существует Так вот в этом магазине было много разных смешных и милых трусиков для песиков-девочек А еще я увидела, ну, очень няшные ботиночки для прогулки Ну, посмотрите, ну милота же Много разной одежды для собак Конечно же, пока мы ждали, мне хотелось посмотреть, что там есть Смотрите, какая кожанка для Эйвона Может взять ему такую байкерскую куртяху на осень? Он же у нас крутой, типа пацан Милые яркие цветные дождевички И там же был такой серебряный плащ Я сразу подумала про нашу младшую Юмичу Как ей будет в нем, потому что я недавно себе хотела такую куртку купить Может опять пора сделать любовь в стиле и снова одеваться одинаково с питомцами? Можно даже такую рубрику в наш инстаграм сделать, кстати Увидела красивые платьица для Мишки или Софи, например Они у нас девочки гламурные Мне понравилась майка с сумкой через плечо Я сама с такими часто хожу И сейчас это так модно, что даже для собак сделали такой костюм Кофта, на которой надпись переводится «Не трогать» Очень актуально Вот у вас тоже, когда вы гуляете, все хотят потрогать ваших питомцев Короче, одежды моря реально всякой разной А еще мне понравился вот этот баллоневый комбинезончик с рюшками и такой девочкой на спине И вот эта вот розовая прозрачная сумка-переноска Мне кажется, она очень стильно может смотреться Ну, летом, по крайней мере Потом я решила в отделе шлейка ошейников и поводков Мишке купить какой-нибудь красивый ошейничек новенький Короче, роюсь я в ошейниках, и там было их так много, что у меня глаза аж разбегаются Мне понравился вот такой розовый широкий со стразами А еще вот эта вот тканевая бабочка такая из рюшечек типа с брошкой И вот такой кожаный с золотой косточкой Надо потом Мишке предложить выбрать из них Посмотрим, что ей понравится Кстати, я вот подумала, может все-таки сменить Мишкин салатовый цвет на какой-нибудь другой Вы как думаете? Предлагайте в комментах подходящие Мишаньки цвета Ну и, конечно же, всякие лежаночки гламурные там были Домики разные прикольные для песиков и котиков И даже прикроватные лесенки Чтобы маленькие собачки могли на кровать подниматься, а не запрыгивать Ну и игрушек немножко Вот чего у нас точно достаточно Потом я в экран увидела, что мастер уже идет за нами Железы обычно Не, вот железы мы не трогаем, да Ну, когти, шерсть Ну что ж, обычно подстригала мыло и делала уход за когтями, ушками, лапками и так далее я сама Так что в салон красоты для питомцев Мишка пошла в первый раз в жизни Посмотрим, какая у нее будет реакция на процедуры Все-таки ее будет купать в ванне, расчесывать и стричь чужой человек А еще и сушить феном, который она вообще ни разу в жизни не видела Ну, как вы поняли, мне запретили разговаривать прямо там, чтобы не беспокоить других животных, грумеров и вообще И не разрешили снимать других собачек, себя и помещение, только Мишаньку Для тех, кто не в курсе, Мишка оказалась у меня практически случайно Мы спасли ее от усыплений И так как мы не знали толком, сколько ей лет Мы с ветеринаром решили, какой у нее примерно возраст И с мэджиками придумали ей день рождения 8 февраля 2015 года Поэтому сейчас Мишке как бы 4,5 года И она впервые в своей жизни пошла в салон красоты Если когда ее расчесывали, Миша чувствовала себя вполне нормально То в ванне она все-таки немного начала нервничать Не от того, что не привыкла мыться, а от того, что вокруг чужие люди Шум, вода, что вообще происходит Но потом вроде немножко успокоилась Тем более моется Мишка нормально Ведь я ее приучала к мытью с самого появления у нас дома Как и всех своих питомцев Кстати, у меня на канале очень много разных роликов о том, как мыть собаку дома Правила, как приучить купаться И много видео, где я мою своих собак И даже кошку, кису, Алису сама Даже когда она была котенком И учу их плавать в ванне Так что потом можете посмотреть Короче, что такое купание Мишка знает и вела себя вполне прилично Сначала мастер ее мыла обычным шампунем Чтобы смыть основную грязь, жир и так далее Помните в ролике, когда я водила свою собаку Софи в салон красоты на день рождения Где она плавала в специальной ванне с кислородом Мы рассказывали, что очень удобно и намного лучше мыть собаку именно пеной То есть распенивать шампунь отдельно в какой-нибудь емкости А потом уже губкой постепенно наносить на собачку Это помогает лучше распределить шампунь по шерсти Чем если, как обычно, просто плюхнуть шампуня и начать размазывать А еще, ребят, не забывайте, что все средства для ухода за шерстью питомцев Очень концентрированы и обязательно читайте этикетку Скорее всего, нужно будет разбавить шампунь или кондиционер водой один к одному Я, например, сразу, когда покупаю что-то, разбавляю в другой отдельной бутылке И уже оттуда пользуюсь Иначе у питомца может случиться аллергия Или же кожа начнет чесаться Короче, всегда читайте способ применения После первого раза Мишку уже мыли шампунем для ухода, разглаживания, блеска и вообще улучшения шерсти Ну и помните самые основные правила, которые я всегда рассказываю Если в салоне ванна специальная для животных То дома в скользкой ванне или раковине можно постелить на дно полотенце или резиновый коврик Чтобы песик или кошечка не скользили Водичка не должна быть горячей или слишком холодной Я всегда лично пробую локтем Если кожа на локте, она, вода, комфортно, тепленькая, то подходит Ну и после двух шампуней Мишку помыли еще и кондиционером В принципе, как у людей Вы пользуетесь кондиционерами или только шампунем голову моете? Массаж Желательно, конечно, не попадать в ушки, глазки и носик То есть мыть очень аккуратненько И, конечно же, смывать надо очень тщательно Прямо вот до скрипа и блеска После тщательного мытья Мишаньку завернули в полотенчик, чтобы она немножко подсохла И мастер решила подстричь ей коготки Вот этот лайфхак для стрижки когтей я видела у многих грумеров Они плотно заворачивают собаку в полотенце, чтобы она не дернулась, когда ей будут стричь когти Ну мало ли, поранить же можно Ну и, в принципе, не могла мешать мастеру Но это очень зависит от собаки, конечно Я своих не заворачиваю никогда Они у меня приучены стричь когти с самого детства Если что, не спрашивайте, такие ролики есть на канале И это даже видно по Мише, что она вообще не сопротивляется и хорошо себя ведет Правда, вот стричь было особо-то и нечего Потому что я всегда слежу за когтями своих собак и стригу их вовремя Запомните, ребят, что собакам очень плохо, когда когти длинные Им неудобно ходить А у некоторых когти загибаются так, что могут впиваться в подушечки лап И собаке очень больно наступать Только собака, в отличие от человека, не может вам сказать, что ей не очень-то хорошо Поэтому коготь всегда должен быть подстрижен так, чтобы немножко не доставать до пола Из этого выходит еще один лайфхак Если стало слышно, как собака, когда ходит по полу, стучит когатками Цок-цок-цок-цок-цок Их уже точно пора стричь Ну что ж, до того, как что-то пошло не так Я позже расскажу, что Нам пора было сушиться И феном Мишку сушили впервые в жизни Фен, конечно же, специальный для груминга Она немного испугалась вначале А потом видно было, что ей не особо нравится этот шум и ветер Но Мишка, как приличный песик, вела себя очень терпеливо Кстати, по поводу сушки собаки после мытья Можно купить фен для животных Они продаются в специальных магазинах Можно сушить обычным человеческим феном И огромный плюс фена в том, что шерсть высыхает очень быстро И при этом можно красивенько расчесать собачку расческой прямо сразу И некоторым собакам это просто необходимо Но не у всех есть фен дома И вот по мне это не всегда безопасно Во-первых, вы можете обжечь случайно собаку, потому что сделали слишком горячий воздух Или наоборот, ей будет холодно, потому что воздух слишком холодный И вы не всегда можете понять, как собака себя чувствует Во-вторых, некоторые собаки могут сильно испугаться такого громкого звука Да еще и ветер дует И иногда даже в попу под хвост Не очень-то приятно Хотя, конечно, всегда можно всех приучить Но я лично дома всех своих собак и кошку сушу просто полотенцами Хорошими такими плотными большими полотенцами Неудобно то, что вытирать нужно долго, долго и много Чтобы уж точно на 100% хорошо высушить шерсть Она все равно может оставаться немножко влажной, к сожалению Но мокрым животное ни в коем случае оставлять нельзя Оно реально может простудиться, как мы люди Да и вообще это не очень Но с маленькими собаками полотенце это ок Кстати, если у вас большая собака, как вы ее сушите, расскажите? После того, как нашу Мишку досушили Смотрите, как она распушилась и стала намного красивее Грумер начала ее еще раз расчесывать уже гребешком, а не пуходеркой Я обычно дома пользуюсь тоже двумя этими расческами Обязательно решили сделать гигиеническую стрижку То есть подстричь шерстку у Миши, особенно рядом с попой Потому что она там длинная И иногда, когда Миша ходит в туалет Ну, надеюсь, вы поняли, о чем я И чтобы было уж совсем аккуратно, еще и подбрить немного И слегка подстригли хвостик Побрили шерстку между подушечками лап Подстригли лапки там вокруг аккуратненько Чтобы на эту шерсть не цеплялся всякий мусор, пыль, грязь, а подушечки дышали Кстати, именно гигиенической стрижкой называют стрижку необходимых вещей Которые нужны больше для удобства собаки, чем для красоты Некоторые делают именно специальные модные стрижки И даже красят собак Некоторые вообще бреют собак почти наголо, чтобы не ухаживать за шерстью Я же считаю, что собака должна выглядеть естественно по своей породе И обычно все эти гигиенические штуки я делаю дома сама У меня есть два вида ножниц Простые, как у грумера, и филировочные И я тоже подстригаю лапки, попу и ровняю шерсть везде, если нужно По сути, стрижка это уже вот последняя процедура в салоне красоты И вот пока я снимала, как мы достригаем Мишу Пришел администратор салона и стал ругаться, что я все снимаю Ведь меня опустили в зал груминга за отдельные деньги Чтобы я смотрела, как стригут мою собаку вживую, а не через экран из зала ожидания А обычно хозяева сидят именно там Потому что чаще всего собаки ведут себя хуже, когда хозяин рядом И лучше, чтобы его не было в комнате Короче, мне пришлось выйти Блин, это же моя собака, это же салон красоты Хотя я при этом заплатила полторы тысячи рублей за то, чтобы присутствовать на стрижке своей собаки Это грустненько, я не совсем понимаю, почему так происходит, но ок Я выбрала заплатить полторы тысячи, потому что я переживала, что почему я не могу зайти и посмотреть, что там В общем, в итоге я зашла, все нормально Ну, как бы, блин, я не знаю, видимо, это такой способ заработать дополнительные деньги Короче, я выскочила буквально на минутку рассказать Это вот сейчас пойду забирать мешаньку Сделали красоту из тебя, да? Да, да, скажи, смотри, мама С этим? Или с таким? Нет, с тем? Тот тебе больше понравился, а этот больше для Софиши, да? Четыре тысячи триста пятьдесят Тумбочка моя Миш, худеть надо Хочешь или хочешь быть толстой? Четыре тысячи триста рублей Мы заплатили из которых восемьсот рублей вот такой вот бантик И полторы тысячи Мое присутствие на самой стрижке Расскажите, пожалуйста, ребят, какие цены у вас в городах Какие цены, если вы в Москве, в Питере Будет интересно узнать Вот так вот выглядит наша Мишаня Мне кажется, она очень красивая Короче, после салона решила не завозить Мишаню домой А сразу отправиться в больницу Если помните, я рассказывала в ролике Про то, когда мы были с Юмичу здесь И забирали нашу машинку Тойоту Что, короче, про больницу Так что мы зашли в торговый центр Хорошо, что у вас можно в магазин с собачкой А мне кажется, она везде можно, нет? Нет, не везде По-современному Купили пижамку, чтобы человеку было в чем спать Мишанька у меня вот в такой вот именно специальной сумке В которой я практически закрываю ее полностью Оставляю ей только мордочку вот здесь вот, видимо Мне еще нужно зайти в перекресток и по списку купить кое-какой еды Я думала, что поставлю Мишу в сумке в тележку И пакет тоже Но у меня нет мелочей А теперь тележки можно брать только за 10 рублей Все, нет даже бесплатных тележек, блин, в Москве Идите в попу Я нашла тележку неплатную Я не знаю, чья это тележка Мне кажется, это тележка официально магазина работников Но мне пофиг Я не могу так ходить У меня нет 10 рублей Что мне делать? Извините Кстати, если не ошибаюсь Миша впервые ездит вот так вот в тележке Йогурты, которые я называю Эрика Паприколу Я нашла творожный сыр с зеленью Миша, смотри, живые рыбы Их кто-то съест Там плачет ребенок где-то очень громко И Миша боится Скажите, ребята, вы покупаете готовую еду когда-нибудь вообще? Мне вот интересно, кто-нибудь покупает ее? Набрали с Мишанькой нектаринов Сейчас взвесим их Короче, мы с Мишкой набрали кучу готовой еды Ладно, рискнем Надеюсь, никто не отравится Ну там, в принципе, такое все Картошка, ничего серьезного И последнее, что мне нужно найти Это хлебцы Это капец, огромный магазин Я тут с ума схожу Миша рулит телегой Где же тут хлебцы, да? Смотрите, ММДМС Создай свой уникальный микс Короче, покупаешь Берешь стакан Миксуешь свои любимые цвета И ешь Прикол Блинчики с творогом еще Так можно целую корзину набрать, да, Миш? Продуктов, еды Всякой вкусной Но так и не найти хлебцы Фуф Список исполнен Мишаня, ты герой Ты молодец Переходи по ссылкам на новые ролики На других каналах И увидимся скоро в новых видео Ставьте лайк Пишите нам комментарии Подписывайтесь Я выехала из магазина Прям с тележкой Отлично Я надеюсь, что я могу подальше Как можно дальше С этой тележкой доехать Вы слышите, как мы гремим, да? И увидимся